После косметического ремонта у нас все равно такая же история. Каждый год повторяется. Вот так выглядит сейчас школа изнутри. Это та самая часть, которую снесли 13 лет назад. Плесень, трещины зимой от стен веет холодом, а внешний вид здания выглядит удручающим. Здесь одни руины. Первые трещины на здании начали появляться еще в 80-х годах прошлого века. В 2006 году часть здания полностью снесли. Анкерные болты фундамент удержать все равно не смогли. Трещины повсюду и с каждым годом их становится все больше. Фундамент уходит, когда потепление или похолодание. Оно уходит и оно опять обратно садится на свои места. Мы поставили штампик. Штампик не двигается пока. Фундамент 45 лет назад залили на просадочный грунт. Отсюда и трещины. Капитального ремонта не было ни разу. Они когда износили, обещали новую школу. До сих пор нет. До сих пор школы нет. Никаких условий нет. Спортзала нет. Столовой нет. В прошлом году мы уже были здесь. Тогда пообещали найти средства и отремонтировать школу. Но в бюджете не оказалось 200 миллионов. Сейчас родители школьников, а здесь учатся более 100 ребят. В страхе от того, что здание вовсе закроют. Если мы куда-нибудь будем отвозить наших детей и наш учительский коллектив, наш коллектив распадется. Как учительский и как ученический коллектив. После выхода в эфир сюжета по заказу исполкома района сюда приехала комиссия и оценила состояние здания. Предписали, срочно нужно укрепить фундамент. Это порядка 15 миллионов рублей. Если укрепление фундамента будет, еще 40 лет будет стоять наша школа. Вопрос рассматривается. Проведены работы. Определена стоимость укрепления фундамента. Мы запланировали в этом году укрепить фундамент школы. Пока детей переводить в другую школу не планируем. Эту информацию нам подтвердили и в Министерстве образования. Еще сообщили, ведомстве ждут заявки от района на капремонт этой школы. Юлюзаха Медулина, Рик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Юлюзаха Медулина, Рик Хабибуллин.